Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я лечу и изучаю самых разных животных А теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории А давай-ка мы с тобой поговорим про привидения Да! Ну что ты так удивляешься? Самые настоящие привидения Царство – животные Тип – членистоногие Класс – насекомые Отряд – привиденьевые Причем довольно многочисленный отряд Ни много ни мало, почти три тысячи видов Обычно их называют палочники или листовидки Вот, ты сразу же понял, о ком идет речь Все привиденьевые – короли маскировки Я очень часто предлагаю своим гостям отыскать их в инсектарии Редко когда одного-двух обнаружат, а ведь их там довольно много Палочник даже вблизи выглядит как сухой сучок У него есть специальные углубления, куда складываются конечности, как лезвия складываются в перочинный нож И даже для усов у него предусмотрены соответствующие ниши Остается только замереть и принять правильное положение на ветке Ни один хищник не заподозрит в этом сухом сучке лакомую добычу Листовидки же напротив, совсем не тонкие палочки, а расплющенные Больше не походят на пучок сухих листиков Когда привиденьевые исчезают буквально на глазах, превратившись в веточки и листики Кажется, что тут явно не обошлось без волшебства Уж больно нелегкая задача отыскать их в родных зарослях Такая специализация на растительном камуфляже называется фитомимикрия Фито по-гречески растение, а мимикоз подражательный Ну, слово мимика тебе знакомо? Но это еще далеко не все волшебства насекомых, привидений Некоторые из них способны впадать в каталепсию Вот возьмешь в руки живой сучок, начнешь его гнуть, а он гнется, а не оживает Вот такое оцепенение при сильном испуге ученые называют восковой гибкостью А другие палочники могут продемонстрировать вспыхивающую окраску Потревоженное насекомое мгновенно преображается и раскрывает веер из ярких крыльев Словно невиданный цветок распускается на сухой ветке Крылья очень красивые, розовые, голубые и довольно большие Ведь палочники самые длинные в животное царство насекомых Наиболее крупные виды около 30 сантиметров роста А самый длинный палочник в мире, мегапалочник чаня, тянет на 56 сантиметров Представляешь, какое насекомое? Больше, чем полметра Но самое главное, что многие виды привидений в их довольно просто содержать дома У меня они жили, знаешь, в самой обычной литровой банке Нужно только регулярно не лениться, конечно, чистить стеклянные жилища и следить за тем, чтобы не завел корм А едят наши призраки растительную пищу Свежие листья малины, дуба, традесканцы, шиповника И пьют воду Все это очень важное обстоятельство Вот однажды я подарил пару превосходных палочников из Индонезии своим друзьям Ну, вовсе не новичкам, между прочим А насекомые погибли Новые хозяева не давали им пить Поскольку они были уверены, что влаги хватает в свежих листьях Вот почему я всегда ставлю палочником съедобный букетик листиков в аптечном пузырьке И сбрызгиваю его водой, чтобы мои питомцы могли выпить несколько росинок Так что, если захочешь завести дома привидение Имея в виду, у сложного в уходе ничего нет Но он должен быть постоянным Вот где ты, например, возьмешь зеленые листья для корма? Ну, правильно, можно поставить воду ветки, они распустятся Или можно посадить в горшок желуди, чтобы проклюнулись свежие ростки Но это нужно сделать вовремя Летом-то я всегда могу выскочить на улицу, нарвать шиповник или ежевики А зимой, кроме снега, с улицы принести нечего Что бы ни происходило в твоей жизни Как бы ты ни был занят уроками, секциями, спортом Ты будешь обязан регулярно менять подстилку в инсектарии на чистую Менять увядшие листья на свежие И следить за температурой и влажностью Зато ты узнаешь много нового И с интересом будешь наблюдать новорожденных малышей Похожих на живые ниточки И еще один фокус У палочников почти нет самцов Они рождаются крайне редко Да и вовсе они не нужны этим насекомым Да, представь себе, самки размножаются сами Почему? Ха, об этом мы с тобой поговорим отдельно Когда я расскажу тебе, как размножать привиденьевых И как выхаживать их потомством Ну так что, до новых встреч, дружок До новых историй Живой уголок